Этот проект удалось реализовать благодаря тесному сотрудничеству местного отделения партии пенсионеров России, общественной организации опоры России, политической организации, партии роста и городской администрации. Мемориальную доску установили на улице Ленина, 178. Слова благодарности общественникам, настоящим патриотам, Анапы, активистам, кто делает эту замечательную работу. Это уже третья доска. Такие доски на территории муниципалитета есть героя Сампурова, героя Ивана Голубца. Сегодня мы открываем доску Леонида Ивановича Севрюкова. В 1942 году 7-й авиационный полк истребительной бригады военно-воздушных сил Черноморского флота базировался в Анапе. Именно туда и попал Леонид Севрюков по распределению. За несколько месяцев он совершил более 150 вылетов, в которых сбил 4 вражеских самолета. 28 апреля эскадрилья была поднята на оборону Новороссийска. Вступив в неравный бой, он сбил сразу два юнкерса. Боеприпасы закончились. Тогда отважный летчик направил свою машину в третий самолет, совершив воздушный таран. Это был последний бой Леонида Севрюкова. Ему только исполнилось 20 лет. Не забывайте вот этих важных событий, которые произошли в период Великой Отечественной войны. История учит нас тому, чтобы мы помнили то, что завоевало наше поколение для нас с вами, чтобы мы мирно жили на этой земле. В память о подвиге героя священнослужитель провел обряд поминовения и осветил новый мемориал. Когда мы вспоминаем героев, когда мы вспоминаем своих подвижников, мы волей-неволей окунаемся в те времена. Вспоминаем, какие они подвиги сделали. Ведь главный подвиг – это самопожертвование. Самопожертвование ради кого? Ради родины, ради близких, родных, ради семьи, ради своей отчизны. Мужество и стойкость русских воинов поистине бессмертны. Они стояли насмерть и побеждали в жестоких боях. Даже тогда, когда горела земля, крошились камни и плавилось железо. И побеждали чаще всего ценой собственной жизни. Руслан Душевский, Анапа. Регион.